Еще один вопрос. Как, ну, голосовые связки, это материальная часть, что называется, вокала, да? И как вы рекомендуете восстанавливать их? Вот как известно, Федор Иванович Шаляпин, который имел большую нагрузку на связки, восстанавливал это напитком гуголь-моголь, это взбитое там яйцо с коньяком. А вы что предлагаете? Спасибо. Есть очень хороший пример в природе, который позволит вам понять, что такое здоровье вашего горла. Хороший пример – это любое теплокровное высшее животное. Собака, лошадь, кошка, вот кто угодно. Представьте, что лошадь, я сейчас про здоровье связок говорю, про здоровье головы. Представьте, что лошадь или собака садится за стол с вашим дедушкой, который пьет горячущий чай, только что из санувара. И она выпивает стаканчик этого чая. Что с ним? Понимаете, да? Нет. Собака, если она выпьет этот кипяток, она умереть не умрет. Нет. Но она будет мучиться очень долго. И вся искудает, пока у нее все не восстановится. Пока шкура заново, облежшие вот эти вот мягкие ткани не восстановят. Это ни к чему. Если вы хотите действительно абсолютно здоровое горло, то вы должны внутри себя решить, насколько вам это нужно и насколько вы хотите этого. Если вы действительно этого хотите, то я предлагаю вам пойти простым, естественным, природным путем. Как это делается? Вы две недели сначала перестаете пить горячее вообще. Горячее меняете на прохладное. Именно питье. Это чай, кофе, какао, что угодно. Тип, еда, прочее, эти напитки, они не обжигают горло. А вот напитки, которые на водной основе, это прямой ожог горла, потому что порция очень большая, она пролетает непосредственно в горло и обжигает его. Вот. Первые две недели проходят. Вы получаете первый эффект. Потом месяц. И потом, три месяца спустя, вы получите здоровое горло настолько, что вы можете целый день орать, кричать на повышенных, к вечеру немножечко подкрипнете, потом поспите и наутро, как ловенький. Ну и да, вы перестанете болеть простудными заболеваниями, как раньше. У вас температура пропадет. Потому что температура, она стартует с горла, воспалительный процесс в основном не понеслась. Горло глотково-зонное, вы будете на ногах ходить и вот эти все простудные висит. Это проверенный факт, но не каждый человек, он решается на это. Не каждому человеку настолько нужно луженое горло, здоровое всегда, чтобы отказаться в пользу него от горячих напитков. Я по себе помню, я просто в горах очень часто бываю, да, и вот ты ходишь, чай пью, ты такой ходишь, а круто, и снег там потушенный, да, ну там теряпишь. Зато потом, когда все это проходит, и ты на той стороне уже, на нормальной, на физиологической, ты там можешь из-подо льда, воды снега пожевать в любых количествах можешь, и горло у тебя действительно, у тебя луженая глотка становится, тебе ни одна холера не берет, как говорится. Но появляется спецэффект другой, стакан горячего чая высаживает горло так, что ты начинаешь болеть тут же. То есть ты становишься, в принципе, как любое теплокровное животное, подвержен агрессивной стихии неестественной природе. И если говорить о здоровье, то это метод стопроцентный, если вы решитесь пуститься в это плавание, добрый путь, это проверено, это хорошо работать. Если же вы не хотите, хотите остаться в той системе теплового баланса, которая существует, ну то есть с рождения вы приучаете горло к горячим напиткам, у вас там тепличные условия всегда, и любой стакан холодной воды или снежок в трещинами все покрывает, у вас рушатся, вы болеете. Понимаете, да, как это работает? Не понимаете? Давайте еще раз объясню. Представьте, что вот ребенок, да, маленький, он с детства растет в теплице, где плюс 50 и влажно. И он доживает так до 20 лет, и вдруг выходит на мороз. Что с его кожей происходит? Понимаете, да? То есть если он влажный, 50 градусов в атмосфере, все время там пар, все время существует, у него кожа, это гладенькая, розовая, такая твойненькая, да? И он выходит вдруг на мороз, у него она сразу лопается и кое-нибудь. То есть это то, что происходит с нашим горлом при деформации холодной водой или, по-моему, чем-то холодной ночью. То есть это просто, то есть очень большой перепад, деформация происходит. Но люди есть, у которых горло гораздо более сильное, они пьют горячее, не пьют горячее, мало болеют и так далее. Или кто очень горячий чай любит. То есть настолько сильный, что отказаться не хочет. Для этого есть очень хороший способ, как подлечить горло моментально в течение нескольких минут. Я тоже о нем в книге говорю. Он основан на знании нашей физиологии. Значит, и очень-очень хорошо помогает певцам, которые вдруг перед выходом чуть ли не уверены, перешение в горле и эту неуверенность лечить можно так. Вы вдыхаете полную грудь воздуха, задерживаете, желательно в это время ходить еще, чтобы быстрее воздух внутри, кислород поглощался телом и возвращался углекислый газ, чтобы вообще легкие наполылись углекислым газом так быстро, как вы можете быстро. И дальше вы медленно через связочки, прогревая, выпускаете углекислый газ. Сделать так раза 3-4, и вы увидите, что связки размягчились и заженились настолько, насколько это возможно, если не было большой деформации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!